Присаживайтесь, сюда присаживайтесь, все, руки можете за стеной держать, спокойное интервью. Мы вообще гражданские журналисты. Мое удостоверение, гражданские журналисты, мы хотим с вами пообщаться на предмет того, чего вы сюда пришли, что вы здесь хотели увидеть, что вы здесь видели и, собственно говоря, какие вы выводы из этого сделали. Можем пообщаться? Почему? Конечно, можем. Это добровольное общение. Если вы не хотите, можете сказать, я с вами вообще говорить не хочу, идите. Вопросов нет, нормально поговорим. Потому что сюда не хотел. Все, все, все. Подожди, надо подключить. Да, подать секундочку перекура. Сейчас мы все переподключим. Он сейчас даже пока вам ничего не рассказывал. Потому что мне остается интересно. Вы расскажите фамилию, имя, отчество. Домой звонить будете? Домой, не знаю. Ну можно позвонить, если хотите. А у меня только в скайпе можно звонить или куда можно звонить? По номеру? А номер обычный знаете? Обычно не знаю, а матери, да. Ну все, дай его в санах, чтобы подключиться. На, теперь это выключить. Ваша фамилия, имя, отчество? Рыбаков Роман Геннадьевич. Рыбаков Роман Геннадьевич. Дата рождения? 27-26-1994. 27-26. Одна просьба, если будете говорить. Говорите внятно, громко, четко. Потому что микрофоны вас не слышат. Город? Республика Мария Белла. Город? Ешкалавань. Отель Харада Димон сможешь играть. Да, буду всех побеждать. Вы у нас уже где-то 219. Уже сбили. 220 интервью. Ваших. Звание, должность ваше. А я вообще не военный служащий. Как это? А вот так я устраивался. Да, подождите, это не рассказывайте. Так и запишу. Не военный. Здравствуйте, здрасьте. А вы вообще как к нам попали в Украину? Да я вот пришел тут погулять. Какое ваше звание? А я не военный. Вы с автоматом были вообще? Автоматы здесь две. Я водолаз. Обычный спасатель. В армии служил спасателем. Водолаз? Да. Сейчас расскажешь. Номер телефона, по которому будем звонить? Что значит устраивался каким-то водолазом? Устраивался через Краснодар, через фирму Европолис. Это получается фирму устраивать на нефтяные платформы. Либо охранниками, либо обслуживающий персонал. А я водолаз. Так как я учился на водолаза, имею корочки водолаза. Вы срочником служили? Срочную службу служил и три года по контракту служил. Водолаз, спасатель. По специальности умеем обслуживать. Это вот очистка получается от ракушек, от меди. Очищает дно платформы. Вот водолаз обслуживает, работает. Обычный работает. Вы можете расслабиться чуть-чуть? Я. Да, могу. У вас прямо какой-то даже, я смотрю, немного мандраж, что ли? Есть. Я, потому что не был готов ехать. Меня вот отправили сюда, получается, из-за этого. Нервничаю. Будете воду? Чуть-чуть, если можно. Пить хотите? Чуть-чуть, если можно, пожалуйста. Да, можно. Ну, мы же, мы говорим, мы просто, просто беседуем с вами. Просто беседуем, и все. Мы вам говорили, что вы можете отказаться от этой беседы, если вы хотите? Да, совершенно верно говорили. И все-таки вы с нами беседуете. А почему? Относитесь хорошо очень. Да и тем более мне скрывать нечего. Я на войну не собирался в Украину ехать. У меня нет ни боевого опыта, ни к боевой подготовке. У меня нет ничего. И желаний у меня не было никакой воевать. Водолаз – это не сильно воинственная должность, я так понял, по ракушкам. Водолаз – спасатель, если конкретней профессии нет. Это в МЧС вы, получается, служили, да, если так? Да, верно. В МЧС. Это, получается, корабль, если пробоина какая-то, пробоины заделывать, пластыри вставить. Вот наша работа была такая. Очищаем от ракушек, убираем, смотрим. Если якорь, к примеру, застрял, под воду нас отпускают, смотрим, где, как она застряла, распутывать. Могут дать гидравлический инструмент, чтобы разрезать, если там, получается, корабль встал, в тросах каких-нибудь старых запутался или что, чтобы вот это разрезать. Все. Обычные работы. Ну, прямо говоря, как МЧС. Да, все. Спасательные работы. Вы есть в соцсетях? Нет. Удалили. Вы удалили? Нам сказали все это удалить, да. В соцсетях меня нет. Расскажите, как вы обратились на эту Европолис? Получается, в интернете, я раньше и так по вахтам ездил, в Нижний Новгород, вот водолазами можно было куда ездить, по вахтинге смотрел и в интернете. Вахтинг и метод работы. И там вот появилась вот в Краснодаре, в городе Краснодар, вакансии на обслуживание нефтяной платформы водолазы. Я позвонил, мне сказали приедь. Где, кстати, нашли вы объявление это? В интернете. На каком сайте? Я не помню какой сайт, в гугле я заходил, смотрел. Точно сайт я не помню. Ваш прошлый, я не знаю, как у вас со служивцами, живешь ему, вы не служили. Человек, который с вами шел в группе, говорит, на авито увидел. Может и на авито. Просто зловещая авито, я так понял, там... На авито тоже есть, наверное, на авито я не смотрел, я просто в гугле ввел вахтенный метод работы и водолазами. И там вышла фирма Европолис. Вот там и нашел. И там номер телефона есть, я позвонил туда. Так, позвонили, что... А, кстати, когда вы закончили по контракту служить? По контракту я окончил с 2013 по 2014 года я отслужил срочную службу и в 2014 году заключил контракт на 3 года. В 2017 году окончил службу по контракту. Почему дальше не продолжили контракт? Далеко от дома. Я служил на Дальнем Востоке, в город Владивосток. А живу в Республике Мариел, это 7000 километров от меня. О-о-о, это действительно далеко. А чем же вы потом начали заниматься у себя в Республике Мариел? Домой, когда приехал, начал вахтами также, соответственно, работать строителем. Ездил в Нижний Новгород водолазом, в реки вот так подрабатывать. Когда мосты строили, получается, подрабатывал, ездил водолазом везде. Так и на строительство, на стройке работал все строители. То есть у вас жесть проходила в постоянном поиске подработки? Вы его находили и ехали работали? Да, по вахтам работал. По вахтам. И это была просто очередная попытка найти себе заработок, я правильно? Да. А вы знали, что в Украине происходит в это время уже? Знал. Вы собирались в Украину ехать? Нет. У меня ни боевого опыта нет, ни подготовки боевой нет. А когда вы приехали туда, вам не сказали об этом? Нет. Никому ничего не сообщали. Ну, может и кто-то ехал сюда, знали, куда едут. Так как там подготовили охранников и вот у нас водолазов обслуживающий персонал. Ну, а в договоре вот, что было написано, который вы подписывались в Европолис? Водолазом едут. Куда? Конкретно куда не говорили. Они сразу нам сообщили, что могут отправить в любое место. И мне даже по телефону сообщали, вы готовы ехать работать вахтами? Если не готовы, то можете не ехать. Сказали привезти медицинскую книжку водолаза, водолазную книжку и свидетельство о получении водолазной квалификации. Копии вот эти вот, я все копии эти привез. А еще паспорт с собой и военный билет. Все вот это я с собой привез. Вы были готовы ехать в Украину? В Украину я не был готов ехать. И вам ничего вообще об этом не говорили? Не говорили ничего. Вы проходили какую-то подготовку? Где, во-первых, эта база находилась, куда вы приехали? Либо, сейчас, секунду, там либо Хутор Молькино, либо Орленок, пионерский лагерь. Не помню, точно сказать не могу. А где конкретно? Краснодарский край. Краснодарский край, Хутор Молькино? Да. Или же лагерь, пионер лагерь Орленок. Вы проходили, вас там учились стрелять? Я с автомата там стрелял, да. А они объяснились тем, что якобы здесь так как охранникам готовят, и вы тоже должны якобы быть готовы на нефтяной платформе. Вдруг что-то произойдет. Поэтому я с автомата стрелял, гранату две штуки кинул, не помню как она, не знаю как она называется, взрывается от удара. Кольцо выдергиваешь, кидаешь, стукается она, куда падает и взрывается. Да, да. А какую вам зарплату обещали? Около 200 тысяч рублей. А сколько вообще зарплата водолазов была? Зарплата водолазов, если на нефтяных платформах где-то столько же и выходит, даже больше если там спуск, все зависит от того сколько времени. Ну вот до этого вы сколько зарабатывали? По контракту, когда я в армии служил, около 100 тысяч получал. Это когда в МЧС? Именно по контракту в армии, да, около 100 тысяч получал. А вот если на гражданке водолазом устроился, то сколько? Если в МЧС пойдешь, там будешь около 60 получать тысяч. Соответственно, также если будешь выполнять АУС, это называется особые условия жизни. Там в год около 60 часов что ли надо было под водой пройти. Если в год 60 часов наберешь под водой, то уже соответственно в следующем году надбавка будет в зарплате. Я к чему спрашиваю? Потому что то, что вам сказали 200 тысяч, вас не смутило, что это много в месяц? Это нормально. То есть для водолаза это нормально? Для гражданского, да, это нормально. Потому что даже вот когда служил по контракту получается, у нас там были гражданские водолазы, Ну, они получали, да, больше даже двухсот некоторых. Еще зависит от квалификации, если ты имеешь корочки сварщика. А, ну в зависимости от того, что ты умеешь под водой делать. Да, еще зависит от, сколько в общем ты часов под водой провел. От опыта зависит. Там получается все часами считают. Понятно. Сколько под водой ты был. Понятно. А много людей в ладере было? Ну, там где-то около двухсот наверное было. И вы там как вот жили? Да, жили там получается двухэтажные домики такие были, вот как казармы такие. Все нормально. А форму вам выдали где? Форму там тоже выдали. Обычно такая рабочка сказали, не горка, ничего. Обычно такой как зеленка такая. Ну, как мне сказали, на мультикам она не похожа. Такая как обычная рабочка такая. Не горка, ничего. Такую дали. А остальное снаряжение спросил, когда мы получим. Они сказали, это все получится по прибытию уже. Снаряжение все получите по прибытию. Вы там сколько в лагере были? В лагере я был неделю. А потом дальше как вы поехали? Получается, нам сказали, так сейчас вы сходите на ужин. Сказали, около недели у вас будет подготовки. Нас заранее предупредили. Как-то я к этому нормально отношусь. Так как я на вахту уже ездил. Там в любой момент могут потом отправить на место работы. Неделю вот пробыли. День подходит к отъезду. Нам сказали, сейчас ходите на ужин и после этого начнете собирать вещи. Приедет автобус и вас увезут. Все хорошо. Как бы нормально. Приехал и увезли дальше. Приехали. Автобус приехал ночью вечером. После девяти часов вечера. Приехал автобус. Сели и поехали. А эти дороги я края не знаю. Поэтому как бы ехали в автобусе. Нормально все. Темнота. Ночь. И спать лег. Спать легли. Останавливались два раза. Первый раз останавливались около Краснодара. Вроде бы не помню. Потом дальше еще где-то останавливались. У вас разве не в аэропорт должны были везти? Нет, не в аэропорту. Ну а раз вы едете в нефтяные вышки. Разве не самолетом туда нужно лететь? Я тоже думал самолетом. Но нам сказали автобусами вас увезут. Так как-то это... Вас не смутило, да? Ну смутило, но... Ну куда вас вообще сказали везут? Ну нефтяные вышки где-то должны быть. Сказали вот здесь еще ближе к югам. Здесь еще на югах. А, там тоже у вас есть нефтяные вышки? Ну я просто не знаю географию нефтяных вышек в России. Я тоже не совсем. Но нам сказали как-бы вот ближе к югам. А кто мог догадаться что нас сюда привезут? Тем более без предупреждения. Получается мы поехали, ехали, ночью ехал. И когда увидели вот уже вот ехал утром. Город какой-то проезжаем, проезжаем. Глаза открыл. Я около окна сидел как раз получается. И смотрю надпись Луганск. И зачеркнуто Луганск уже проехали. Ну и что вы подумали? Я подумал все нам капец куда нас везут. И когда нас получается после Луганска привезли. Там есть территория заасфальтированная. Когда нас вытащили начали уже говорить кто там едет. Кто едет. Там начали забирать, делить. Нам сказали так все успокойтесь. Все нормально. Сейчас вы поедете на свои места. Никто не нервничает. Все спокойно. Сейчас придут ваши командиры. Типа группы. Кто у вас. Бригадиры придут. Вас все увезут нормально. И когда нас уже распределили. Начали заднюю давать. Сказали все. В заднюю пойдете. Вам жопа будет. Прямо говоря. В чем жопа должна была выражаться? Либо пристрелят. Либо что. Я так понимаю. И когда уже здесь нас и оружие нам дали. Получается после Луганска. Где-то в каком-то поселении. А как это называется то что с вами сделали? А? Как это называется то что с вами сделали? Это называется как пушечное мясо наверное. Бросили и все. То что. Либо у них. Пушечное мясо я понял. Я другое хотел. Вас обманули? Да. Прямо причем конкретно обманули. Просто тупо обманули. Тупо кинули и бросили. И все. То что они даже. Мы эти смотрели. То что у меня ни боевого опыта нет ничего. Даже я вот когда получается вакансию свою заполнял. Обычный водолаз. Это я понял. Но русские же своих не бросают. Я не знаю. Я не знаю. Получается они не просто бросают их на поле боя. А и бросают. А и вообще обманывают так. А почему вы говорите вы мариевец? Вы это не русский? Я рационально смариевец. Есть такая национальность мариевцы? Мариевцы. Я просто раньше не интересовался. Нет. Я не люблю. Забули пожалуйста уже в конце концов. Сколько национальности в России? Серьезно. Давай. На характер. Можете написать республика Мариэль. Нет. Это понятно. А мариэльцы имеют какие-то отличительные признаки по внешности? Потому что я смотрю на вас. Я не знаю. Почти нет. Но у нас язык другой. Я прошу прощения. Россия всегда была не только густонаселенным, вот эта ошибка сразу, но и на национальном государстве. Густонаселенным 140 миллионов на четверти земли. Это Википедия. В стране постоянно проживает более 145 миллионов граждан. Они представляют более 160 национальностей, говорящих на собственных языках. 160 национальностей. В Википедии. Но они ошибку сделали с густонаселенных. Это ничего. И чуть-чуть добавили там в количество, но это тоже ничего. Особенно сейчас там нормально уже можно отнимать по количеству выехавших и вообще всех. Ну нет, нет. Мы не об этом. Просто мы все время... 160, да? 160 национальностей. Русские своих не бросают, а вы не русский. Значит, вас можно бросать или как я не пойму? Я не знаю. Или не по этой причине. Я тоже не понимаю. Интересно. Так. И в общем, вам там выдали какое-то оружие, да? Как это происходило? Нет. Оружие здесь нам уже выдавали. А как это? В Луганске. В Луганске? Дальше Луганске. Я не знаю, как называется. Вот получается. Как город? Не город. Такой поселок может как-то. Поселок, конечно. Вот там нас, получается, построили в спортзале и сказали, все, ребята, получаем свои обмундирования. Там нам дали каски, бронежилеты. А вы пытались говорить что-нибудь? Эй, подождите, я вообще-то на такое не подписывался? Да, говорил. Вот нам и сказали, будете заднее включать, вас либо в контейнеры закроем, либо что. Будете там. Я уже второй раз про этот контейнер слышу. Потому что стреляли, сами свои в этом контейнере такие какие-то истории. Я вот не знаю, стреляли-настреляли, но сказали то, что вас там закроют и не один только там человек будет вас навещать. Бить типа нормально. Профилактировать, да? Да, получается. Русские своих не бросают, они их закрывают в контейнере и бьют. Они воспитывают. Да, ничего смешного на самом деле? Нет, это ничего смешного вообще на самом деле. Это просто... Да курите. Это просто страна, в которой страшно жить. Вообще должно быть страшно жить. То есть если могут взять просто... Они там про нас что-то там рассказывают, да? Всякие басни и небылицы. А у них просто вот человека могут взять, подписать по контракту водолазам, отправить в чужую страну, а потом сказать, не возьмешь сейчас оружие, не пойдешь убивать других людей, мы тебя закроем в контейнере и будем бить. Вот так. Кто нацист? Я сегодня утром для зрителей, мы ехали и рассуждали, будут ли еще какие-то интересные истории вообще? Да, да, да. Можно ли нас еще чем-то удивить? Можно. Да, по сути, да. Получается, вот как сюда приехал, ни разу не стрелял, хотя вроде как вот была возможность, но я ни разу не стрелял. Когда у нас получается... А что вы говорите, под возможности имеете в виду? Ну, имею в виду, неделю вот здесь были, по лесопосадкам ходили. Вот первое боестолкновение, когда было, я не стал стрелять. Я просто ушел все, я не подписывался на это. Я ушел в другую лесопосадку. А расскажите про это боестолкновение. Как это было, с кем, сколько вас было? У нас получается там человек восемь было с одной стороны, восемь с другой, там три лесопосадки шли. Я не видел, там перестрелка началась, я в принципе мог туда идти в их сторону, но не стал. Я пошел обратно и все. В обратном, назад ушел. Получается, автомат на предохранителе так и не поставил, стоял он у меня, мог стрелять. Я ушел назад, там лесопосадка широкая была, около этой лесопосадки просто проходил. Так, каска на мне была, бронежилет, так же автомат просто шел, и все, и там с куста, с окопа мне парнишка кричит, стоять, ты куда, ты кто? Я повернулся с автоматом на него, а у него автомат лежал. Я в принципе мог в него выстрелить и убежать. Я увидел у него отличительный вот знак, украинский флаг был, а я автомат в сторону убрал и все, я к нему подошел, сказал. Я говорю, от России, стоять, говорит, автомат уложишь. Не-не, но это же история, мы же ее уже знаем чуть по-другому. Вы ходили по этим лесопосадкам, вас туда отправили тупо ходить, без каких-либо конкретных задач. Он и с ним был. Я один был там, один. А, меня получается отправили за аккумулятором от этого. Он из другого отряда, все правильно, все правильно. Я понял, значит. Он другой. Все-все-все, а я свел просто что-то. Он из лагеря из того. Не, я просто понял, посчитал, что раз их здесь трое, один погиб, значит, наверное, это все из одного. Окей, хорошо. То есть вы сами подошли к нашему военнослужащему? Да, подошел, он мне сказал, все, сложи, говорит, оружие, я автомат положил, спокойно иди сюда. А тот третий, который с вами, он с вами был изначально или он тоже из другой группы? Кто-то есть? Ну, с вами сидит в камере. В камере это Макаров. Да. Макаров, он, получается, с моей же группы был, но он потом туда пришел. А, я понял. Хорошо. А все-все-все понял. Я спокойно оружие сложил, они меня взяли, спокойно побили. Нет, не побили. Спокойно положили. Все, пошли, говорит, туда. Оружие забрали у меня, каску сняли, бронежилет сняли, на землю ложись, говорит. Я спокойно лег, не сопротивляясь, ничего. Мне так чик, руки подвязал и все, чтобы я ничего не делал. Вы красавчик. Вы красавчик. Красавчик вообще. Говорят, в Украине нацисты какие-то где-то. Вы увидели здесь? Никаких нацистов. Они очень хорошо отнеслись. Вроде он меня и мог сразу пристрелить, мог и избить, но он нормально отнесся. Не знаю, может потому что я тоже никакого сопротивления не отказывал. Может ничего не знаю. Наверное, потому что я сейчас на вас смотрю и, честно говоря, мне кажется, что это было так. Это не Вагнеровец. Вы понимаете, что вы Вагнеровец вообще или нет? Нет. Ну как нет? Это же частная военная компания. Дима, проведи ликбез. Кто такие Евротранспас, с которыми они заключали контакты? Нам сказали, что мы туда относимся. Смотрите, для зрителей... Кто сказал? Кто сказал? Когда у нас допрос проводили, нам сказали, что вы туда относитесь. А, наши уже украинцы? Понятно. Это просто факторами подтверждается. Да. Просто не все будут смотреть ролики. Есть... Не все будут смотреть все ролики. Одного из троих хотя бы. Есть, выключаю свет, на сайте Авито объявление о наборе охранников. Охранников. Но это не обязательно именно тех охранников. Да, 750-200 тысяч. Это в предыдущем ролике. Это шаблонное объявление, по которым они, в принципе, находятся. Такие же сообщества есть ВКонтакте. Подожди. Тут видно, компания Redut. Тут будет ссылка на Вагнеровцев, на наш фильм, где мы рассказываем про эту Redut компанию. А вот компания, вы повторите, от какой компании нанимались? Европолис. Европолис. На Медузе. Статья от 2021 года, 13 декабря. Евросоюз ввел санкции против ЧВК Вагнера из-за ее деятельности в Сирии, Украине и Лидии. В частности, Европолис используется как прикрытие для ЧВК Вагнера, считают в Брюсселе. Компания работает по контрактам с строительством в Сирии, получает четверть выручки от эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. Захваченных ЧВК говорится в документах. Все могут открыть, посмотреть. Верно. То есть, вагнеровцы – это некий собирательный образ представителей частной военной компании из России. А эти частные военные компании определить как вагнеровцы или не вагнеровцы и так далее крайне сложно, потому что они все время работают через разные фирмы-прокладки, через которые вас и нанимают. Одна из них – вот этот вот ваш Европолис. А есть еще там Редут. Редут много. Славянский легион какой-то. В общем, их много. Это все без проблем можно загуглить и все это без проблем можно понять. Вы пошли в Украину как наемный убийца. Нет, вы это понимаете или нет? Я понимаю, но подписали под это. Но при стычке я сразу автомат сложил, я ничего не сделал. Нет, нет. В составе просто. Я в наемнике не нанимался. Так что… Какой у вас позывной? У всех вагнеровцев есть позывные? У меня позывной – пешок. Пешок? Да. Что это значит? Это… Пешок, если на русский перевести, это получается сахар. Это на родном арийском языке я сделал. А, вы себе взяли на Мариелском, да? Я один, я с Мариелом один был. А можете сказать по-мариелски, например, привет всем, я в Украине в клену? Да. Салам, где же шлашла, в моей Украине шты у лавы моим кущей над? Мы надеемся, что вы не сказали что-то… Нет. И я уверен, что вы не сказали в каком городе находимся. А сказали… Не надо. Не надо говорить в город. Это единственное, что мы просим вас не говорить, чтобы сюда ракетка сейчас не прилетела ваша. Я, получается, сказали… Я сейчас сказал всем привет, я типа сейчас в Украине в клену сказал. Ну, на то, что я и попросил, то вы и сказали. Вот подписчики переведут. Да. Это мусульманский народ верования? Христианство. Христианство? Да. А салам – это просто приветствие, это не обязательно мусульманское? Нет. Можно у нас салам лижи… Правильно у нас будет салам лижи. А так, доброе утро поро эр, добрый день поро кечи. Добрый вечер, поро кач. А так можно салам лижи говорить. А в школах у вас на каком языке преподают? В школах на русском. Ну, марийский тоже есть. Основно у нас марийский и русский. Два основных языка. Ну, вот математика на каком языке? Математика на русском преподают. Короче, марийский язык идет отдельным предметом, наверное, марийский… Ну, как когда-то, собственно говоря, и я учился. Да, ну ты понял. Ну, это еще при Союзе было, да? Да, да, да. То есть у нас были все предметы… У меня, в частности, это не обязательно, что так было. У меня, в частности, все предметы в школе были на русском языке. И была украинская мова предмета. Многие даже не понимали, а зачем этот странный предмет нужен. Как я и говорю. У вас, ваша группа, сколько человек было? У нас было 8 человек. А можете назвать пазлы этих людей? Так, сейчас, секунду. Как за командира был Торшок. Торшок? Торшок. 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 Потом Горшок. Горшок? Да. Пешок, Торшок, Горшок. Да, вот я был Пешок, потом Кидан. Это что значит? Я не знаю, вот позывные эти люди. Потом Каркарыч. Так? Каркарыч. Каркарыч. Да. Так. Потом Тимака. Так. Потом Николя. И... Француз, что ли? Нет. Еще один сейчас. Николай, значит, да? Наверное, да. Имени мы не знали, кстати. Имени нам, скажем. Ни фамилии, ни имени. Ни имени. Дали друг друга имена, чтобы вы категорически подзабрали? Да, только подзабрали. Только подзабрали, да. И вы реально следователи этому правилу? Да, потому что имена мы нельзя... Нам сказали, нельзя имена не говорить. Ну там, сами понимаете, сказали имена не говорить. Не понимаю. И, получается, еще кто там был у нас? Канатный. Восьмой вроде. Канатный? Да. Ну, имена нельзя как раз для случая попал в пленг, чтобы не перечислил с кем он был. Это я как раз понимаю. Наверное. Я не понимаю, почему они не понимали, что из них делают просто тупо мясо, которое не должно в результате ничего сказать. А потом-то поняли, куда пойдешь. Сказали назад, куда пойдешь. В плен сдашься к украинцам, они тебя убьют. Накачивали у вас эту информацию, что попадешь в пленг? Да, попадешь в пленг тебя убьют. Нацисты, да? Ну, про такое не говорили. Про такое не говорили. Про такое по телеку чаще говорили. Слушали по телеку, да, такие истории? Слышать я слышал, но телек я редко смотрел. Но бывало, бывали моменты, да, такие. Подтвердилось что-то из этого? Нет. Вообще нисколько нет. Даже здесь, я скажу, что ты очень хорошо относишься. Нет, я понял. А россиянам есть здесь что делать вообще? Нет. Нечего делать здесь. У вас вам есть свои проблемы, которые надо в стране жить? Конечно есть. Я вообще на обычную работу хочу ехать и все. Мне больше ничего не надо. Но вы приехали. Извините, у вас напряги сейчас с обычными работами. Потому что у вас было бы их очень много, если бы Россия строила Россию. А Россия пытается что-то принести в другую страну, но только мы никак не поймем, что же там хорошего. Мы вообще, знаете, для себя думаем, хорошее же обычно никуда не носят. Хорошее же себя оставляют. Да. А тут вот все несут и несут. А мы вот не можем никак вычислить, а что хорошего из того, что они нам несут, вообще есть. А что вы кушали все дни, когда ходили по полям? Сухой паек привозили нам раз в два дня. Армии РФ, да? Я не знаю, там армии РФ не было. Там просто получается обычные картонки, из обычных картон, и там лежали получается то гречка, то тушенка. Вот такие вот законсервированные такие. Много ваших таких вот, как вы там было? Я не знаю, вот в нашей группе было восемь человек, а так с ними я больно про это не общался, не рассказывал. А сколько таких? А? Сколько таких групп вы видели? Мы ходили, три группы вот ходили вот, получается. Наших, мы друг друга так не видели, но знали то, что они рядом где-то и все. И у вас в результате, вы ходили, ходили, бродили, вас отправили за аккумулятором каким-то куда? Да, получается, мы к какому-то поселению что-ли, подходили к какому-то поселению и связи не было. Мне сказали сходить за аккумулятором. Я пошел за аккумулятором. Сходил за аккумулятором, там где-то в километрах трех от нас сказали... Аккумулятор какой? Обычный гражданский панчик? Это от этого, от раций. А там база какая-то ваша была? Там сказали, я не знаю, база не база была, там сказали будут ждать, подойдешь, там есть, заберешь аккумулятор. И вы пришли, там ждали? Я туда пришел, там да, три человека было. Я забрал у них аккумулятор, пошел, ушел обратно. Когда шел обратно, эти три километра, вот перестрелка там началась, в той лесопосадке, где наши, получается, были. А как ребята ваши, вот эти вот остальные, с которыми вы там общались, что вы можете, как вы можете их охарактеризовать? Какие между вами разговоры были? Как-то они, не знаю, спокойные, более-менее такие были, даже что-то у меня сомнения даже тоже были, что они вообще готовы в бой идти. Я не знаю, про такой разговор с ними даже мы не общались. Смотрите, я хочу охарактеризовать примерно ЧВКшников из России, да, чтобы развеять некоторые мифы. Это люди, которых обманом, либо же не обманом, если они не знают. Не всех. Нанимают, да? Многие знают все-таки. Многие знают, да, знали даже, куда шли. Вот. И они же с вами об этом говорили? Нет, об этом не говорили. А откуда вы это знаете? Ну, потому что даже когда сказали, вот просто вот, я говорю, не хочу. Я вот час назад уйду и все, у меня там снайпер один был. Он сказал, ну, говорит, попробуй иди, я тебе, говорит, достану. Сам снайпер из ваших же ЧВКшников вам сказал, что вас же достанет. Будет стрелять в вас и убьет. Да, далеко не убежишь, говорит, и все. Ну, как бы. Кроме того, что одних нанимают обманом, других не обманом, я сюда могу причислить то, что там достаточно много отморозков. Наверняка. Потому что надо быть отморозком, чтобы своего застрелить. Так, вроде вот на общение общаешься, вот вроде обычные, нормальные вроде. Ну, так даже мы с ними, вот о чем с ними общаться-то? В принципе, даже и не общались, так как в лесопосадке. А можно сказать, что это неблагополучные люди все, которым не было где работу найти? Есть. Такое можно добавить? Можно, конечно, добавить, да. А много из них подготовленных и неподготовленных, как вы можете их разделить? Ну, тут снайпер, очевидно, подготовленный. Он, да. По сути, он был. А много было тех, которые повоевали уже в Сирии, там рассказывали, может быть, в Африке? Нет. Про это не рассказывали, честно. Про это не рассказывали. Не рассказывали? Нет. Ну, все-таки часть подготовленных. А сколько не подготовленных таких, как вы? Получается, я вот был, я вот точно знаю Каркарыч, который тоже неподготовленный был такой парнишкой. А он чем занимался? А он, получается, он в соседней республике, из Татарстана. Он, получается, вообще хотел, я с ним как-то заобщался было чуть-чуть, он вообще хотел охранником устроиться. Это вот то, что я показывал в объявлении. Он охранником и пошел работать. Так это ж типовое объявление. Да, да, я показал охранникам. Получается, вот с ним как-то было так заобщались, и то больно-то нельзя. Надо все время находиться было в толпе, поэтому наедине как-то даже про это и не говорили. А вам говорили, что вы должны быть все вместе всегда? Да, поэтому нельзя ходить. Это одно из типа правил, чтобы не было задушевных поговорить. Может, все возможно. Слушайте, я можно вопрос вообще не по теме задам? Можно. Мариэл, Татарстан, множество других национальностей, множество других республик, в которых вообще как бы люди не русские, с русскими они себя не ассоциируют по сути. Да, вы все россияне, у вас паспорт российский, правильно? А вам не хотелось никогда отделиться и жить себе своим вот Мариэлом отдельно, вот от этого угнетающего постоянно вас тирана? Мариэл не отпустят это однозначно, потому что у нас район такой благополучный, территория такая лесистый, чернозем, и так как у нас под республикой еще вроде как нашли подземное озеро нефтяное, из-за этого нас вряд ли отпустят, республику отсоединят. Нет, понятно, они вообще никого не отпустят, зачем кого-то отпустят? У нас глава республики, у нас тем более с Москвы его отправили тоже. Раньше у нас был президент Мариец, все колхозы, все работало. Все, Марийский президент ушел, все. Пришла Россия, Москва и все перестало работать. А раньше это когда? Раньше это когда, вот я в первый класс ходил, когда мне 7 лет было, даже вот получается в деревне, где я живу, километре от нас колхоз большой был. Все работало, все работали, и деньги были получается, и еда все время была. Колхоз есть, все есть, и домашние животные есть, все есть, и там зерно достать. Проблем нет с этим было. Так что у нас когда президент был, Мариец, все хорошо было. Знаете почему так? Да, потому что щемят нас, получается, конкретно. Щемят-то щемят, молодой человек. Но у меня вопрос. А поехали бы вы, неизвестно куда, наниматься неизвестно на какую должность, если бы у вас там в Мариэле все было бы хорошо? Наверное, вы бы там по месту себе нашли работу и работали бы. А делают с вами это вот по вашим республикам и регионам именно с той целью, чтобы вас можно было использовать в качестве то ли мяса, то ли рабов. Потому что у вас денег нет, с вами можно делать все что угодно. Вы за 200 тысяч готовы ехать неизвестно куда, и уже даже когда вас везут, вы даже по дороге понять не можете. А когда уже вас завозят, вы уже видите, что это Луганск, вы сделать ничего не можете, потому что вам говорят то, что вы уже сейчас рассказали. Поэтому щемят не только ваш народ. Все народы в России щемят специально для этого. А вы просто не хотите. Вы говорите, нас не отпустят. Конечно, не отпустят так просто. За свободу надо воевать, за свободу надо бороться. Это то, что мы сейчас как раз в Украине и делаем. Боремся за свою свободу, хотя вас их бросают сюда. Бросают, бросают. Вы даже сами не знаете, что вас сюда бросают. Вас бросают. Вы получается как орда какая-то просто. Конечно, такая себе орда. Потому что воевать никто, мало кто хочет. У нас просто сложилась у всех, опять же, скорее всего, пропаганда, что ЧВКшники это какие-то супер подготовленные бойцы, которые просто терминаторы убивают всех, что движется. Это так? Да не знаю. Нет, наверное. Это такие же люди. Только у вас получается. Вы сильнее, вы свою землю защищаете. Мы свою землю защищаем. Поэтому как-то я даже, когда там был неделю, я здесь был в Украине, вот получается, первая стычка, я сразу все. Я не нанимался убийцей, не нанимался на войну, я и пошел назад. Вы же взрослый человек, у вас был телефон, вы идете наниматься на работу. Ну, вы в Гугл могли там в Яндекс забить вот это вот Европолис. Европолис. А там нормальные отзывы были? Вот я забил, у меня первая ссылка. Нет, отзывы были нормальные, я смотрел, получается. Я до этого на вахту ездил, вот водолазом тоже так же. Как-то вот и привычное дело, Краснодар, Краснодар, что-то такого. Вот и приехал. До этого в Нижний Новгород, в Подмосковье ездил. Я понял, у них же Чебурнет. У них для России показывают интернет, который надо показывать. Вы же не через Гугл, а через Яндекс, да? Да. Ну вот. А я тебе когда говорил, что у них и Ютуб в разных регионах по-разному по ходу дела показывают. Кстати, Ютуб тоже, да, в разных регионах по-разному показывают. Друг мой. Пожалуйста. Из одного региона, говорит, еле грузится, из другого региона, говорит, надо заходить через VPN. Из третьего все прекрасно показывают. В четвертом почему-то перестали показываться иконки и каналы, а просто типа название видео появляются. Я не знаю, как они это делают, не специалист, но это просто правда, разные люди об этом говорят. Что вы думаете, какой у вас статус сейчас? Статус? Статус? Вот вы сейчас находитесь здесь. Какой у вас статус? Пленный? Залетный? Гражданский? Террорист? Убийца? Ну, не убийца это точно. Он не убил, я понимаю. Я перечисляю слова. Я даже прошел полиграф и в полиграфии даже все. Мы не сомневаемся. Это понятно. То, что стрелял, не стрелял, спрашивали, я все честно сказал, нет, не стрелял. Это мы понимаем. Даже не стрелял. Не то, что не убил, даже не стрелял. Он даже на спусковую крючок не лежал ни разу. Я понимаю. Вы лично от себя в какую категорию? Хорошо, не статус, а категория. Категорию? Даже не знаю, как сказать. Если вот так судить по правилам, то я как военный пленный получаюсь. Я незаконно сюда завезли меня. Но вы же не военный. Ну, все равно. Ну, а сделали это как военного и мне получается. Нет, это мы просто для себя хотим понять, что нам с вами делать. Понимаете, как вот допустим, у вас же статуса никакого нет. Вот вы говорите, я военно-пленный, а как военно-пленный может быть человек, который собственно говоря даже не военный официально и вообще никто. Его просто привезли на территорию Украины, дали ему автомат и сказали, если не пойдешь вперед, то пойдешь назад, а мы тебя сами застрелим. Кто вы? Просто обманули меня, обманутый. Аналогия ДНР и ЛНР. Только там ловили на улицах, а у них их рублем заманили. Ну правильно, а как Россия еще действует по-другому? Они же до рабов не доходят. Мы сейчас вашей маме позвоним, она нам сейчас начнет рассказывать. Давай, собственно. Она знает где вы? Нет. Давай, хотя бы скажите. Я не забывался, потому что тут несколько вариантов номера. Давай, давай. Алло. Алло. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Владимир. Я журналист из Украины. Вы знаете, что ваш сын у нас в плену здесь находится? В плену? Пока. Алло. Мам, привет. Привет. Алло. Мам, все хорошо. Ладно, здесь хорошо очень к нам относятся. То, что говорят в телеке, не верь. Ладно? На русском, пожалуйста. Или на украинском. На русском или на украинском? На английском можете. Тебе надо... Сходи, пожалуйста, в военкомат наш, в Ториал. Скажи, вот сына моего отправили туда, в Украину. Скажи, он сейчас там в плену. Список должны подать военнопленных. А так, не волнуйся. Здесь очень хорошо к нам относятся. И в телеке, что говорят, это обманывают. Что украинцы, нацисты, там это, все обманывают. К нам очень хорошо относятся. Не волнуйся, ладно? Да, я не хочу, что здесь будет помогать. Когда? Завтра. Завтра едет, сегодня уже поздно, все. Или сегодня ты успеешь съездить? Да. Ну и завтра с утра. Завтра в пятницу работает? Да, да, в пятницу должно работать, да. Так что не волнуйся, все хорошо. Мужики здесь очень хорошие. Относятся очень хорошо. Не волнуйся, ладно? Вы расскажите маме, как вы вообще сюда попали? Чтобы она знала. Она же нам не поверит. Или не надо? Не хотите меня говорить? Мам, давай так, что это, потом я позвоню. И еще дадут возможность позвонить. Я позвоню, ладно? Ага. Не волнуйся, все. Да не плачь, все хорошо. Ага. Ладно. Не волнуйся, все хорошо. В военкомат сходи и все, скажи. Что вы творите там, нафига вы еще так делаете? Ага. 29, ага. Все, успокойся маме, все хорошо. Ладно? Так. Давай, все. Эй, да можно вопрос один? Да. А можно вам вопрос один задать? Да, да. Ну, вы-то поддерживаете эту спецоперацию, правда? Ага. Поддерживаете, да? Да. Что вам надо сказать? Я понятия не имею. Она не понимает. Не понимаю, да? Не понимаю. Ладно, все. С вашим сыном все в порядке, все нормально. Пойдите там хоть расскажите у себя в военкомате, что он в плену тут в Украине находится. Будет видео на канале Владимир Золкин. Владимир Золкин. Есть такой канал в Ютубе. Там будет видео с вашим сыном. Вы сможете доказать таким образом, что он у нас находится. Спасибо. Все. Скажите пока. Все, давай, мам. Все, пока. Все хорошо. Ладно? Давай, пока. А вы просто в быту разговариваете на каком языке? На марийском. А, то есть на русский? Я слышу, мама не так уж и хорошо по-русски говорит вообще. Ну, она, ну, на марийском все время общается. Мы в деревне живем, так она. Марийка. По-русски она не очень. Да и сейчас занервничала. Конечно, она узнала, что я вон. Спрашивают в Украине. Спрашивают вон. Занервничала. Конечно, как я туда мог попасть. Я, получается, сколько в окружении звонил? Вы лучше знаете, сколько в окружении звонил? Больше двух недель. Я здесь нахожусь в плену, получается, две недели почти. Вот я и не звонил. И плюс неделю по лесам ходили. Около трех недель почти не звонил. Вот и она удивилась, что я в Украине вообще. Выбрасывайте уже там. Так, слушайте, да. У меня вопросов нет. Почему нет вопросов для зрителя, я говорю. Потому что с прошлым мы уже, в принципе, все выяснили, что нам было интересно. Здесь мы просто подтверждаем эту историю с другой части. Кто, ну, посмотрите там интервью. Дима, дадим ссылочку, переходик. Посмотрите еще, послушайте. Дима, если есть вопросы, передайте что-нибудь. Что я могу сказать? Если только россиянам, если вам скажут сюда ехать в Украину, парни, не стоит сюда ехать. Все равно вы не сможете ничего сделать. Они свою землю защищают. Вы по-любому выйдете неправы. Вам здесь делать нечего. И они относятся очень хорошо. И то, что по телеку вам рассказывают, какие они плохие, нет. Очень хорошо. Наоборот, они очень хорошие люди. Относятся хорошо. Даже элементарно. Они и кормят, и что-то попросишь о них, они сделают. Даже вот сейчас звонить матери, да легко. И не бьют, не требуют ничего. Они свою землю защищают. Вам здесь делать нечего. Но если марийцы завтра скажут, мы не хотим жить с Россией. У нас своя земля, у нас все хорошо. Мы самодостаточные. То у вас сразу же там появятся нацисты. У вас появятся там свои эти бандеровцы какие-нибудь. Там найдется какой-нибудь у вас обязательно бандеровец. У вас сразу же появится 100 тысяч видео, где в темноте марийцы кого-то там на кресте где-то там разжигают спина какого-то россияне. Все это сразу же у вас появится в один момент. Поверьте. Потому что у этого всего есть свой подтекст и своя причина. Искренне сказал Роман Геннадий, что реально искренне. Мне показалось, что искренне. Да, очень искренне. Ну, если честно, делать здесь нечего. Тем более, если кто-то хочет по желанию ехать, нечего делать здесь. По желанию ехать в гости приезжать можно. В гости. И все. А больше здесь делать нечего. Серьезно, делать нечего. Вы как пригласили. Кормят, звонит, дают. Ну, да. Ну, как цивилизованная страна у нас других вариантов нет. Хотя наши граждане многие говорят, что это как бы гуманизация. Вы показываете, что к ним здесь хорошо относятся, к пленным. А что мы можем показывать, кроме правды. Но у нас других вариантов нет. Если мы хотим быть цивилизованными, то мы должны себя вести как цивилизованные. Все. Мы добровольно с вами общаемся? Да, добровольно. А то, что вы с нами будете общаться, вы когда узнали? Только что узнал. Перед тем, как начали общаться? И вы сразу предупредили, добровольно или не добровольно. Да, добровольно все. К нам какие-то замечания, предложения? Нет. Для чего мы это делаем? Вы понимаете? Ну, понимаю, да. Примерно так. А что вы думаете, зачем нам это? Это для того, чтобы, например, даже в YouTube это выложить, чтобы другие россияне видели, что делать им здесь нечего. Это раз. Во-вторых, хоть и получается мы на чужую землю приходим, вы все равно относитесь гуманно, человечно, как вы говорите. Все верно. Относитесь хорошо. Что еще? Да, да, да. Мы это делаем для того, чтобы все ваши послушали, марийцы ваши послушали и подумали. А есть им сюда что идти или нет? Или, может быть, у себя лучше, там, думайте, по порядке. Они сюда и не приедут. Это просто если кто-нибудь так обманом как-нибудь и все. А так вряд ли кто-то приедет. Да и то обманом, если не так прямо, если они прямо скажут, ехать надо в Украину воевать. Вряд ли никто не приедет, я уверен даже. Я надеюсь, все там марийцы между собой поделятся этим видео и покажут друг другу. Россияне, ищите работу, проверяйте работодателя, но не через Яндекса. Откройте Google, вбивайте там слова ЧВК, Google. Да, слушай все. Ну надо же сказать. Наверное надо, но только кто думает. Кто думает, тот думает, кто не думает. Да. Я смотрел канал все время, как научиться стрелять отсюда с Украины. А зачем? Учились стрелять? Охотникам? Охотникам, да. А у меня, получается, дядя там охотой раньше увлекался, я смотрел. Это про охотничьи патроны он рассказывает. Режет их, там, навески показывает, там, для чего, как, чему. У него любимое оружие, вот это Попова, с Попова стреляет. Да, у нас много бланеров хороших, да. Потом еще, как стать охотником, тоже его друг много. Про них смотрел. Ну чувствуете себя вагнеровцем? Нет. Почему нет? Потому что я не вагнер. А что вы знали вообще, до сегодня, до вчерашек, кто такие вагнеровцы? А я, получается, ну как знал? Слышал, слышал, да. Слышал, да, то, что это частные военные компании, но там так и называлось. В Ютубе даже порой выходило, вот. А они у вас нелегализированы, нету такого, что вот легальная частная военная компания. Они все замаскированы под вот такие вот ООО или ППП или там ЧПП, как вы пришли к ним работать. А до этого я так же вот на вахту ездил, вроде как смотришь. И как ты вот из этого тоже в Краснодар приехал, вроде привычно, еду на вахту, еду на вахту. Я и на север ездил на работу, как бы так же по объявлению все нормально, ездил, работал. И тут я тоже не обратил внимания, как бы водолазом, водолазом. Там садится одна штучка. Я сейчас заряжу. Одна штучку зарядилась. Сейчас поменяем. Пять минут. Ну что у вас как-то в общем на реале в республике? В республике. Сколько населения, наверное? Население около… в общей республике нашей, получается там, не знаю, тысяч, где-то около миллиона, наверное, будет. а у нас республика разделена она раньше большая была а потом ее в советское время ее разделили получается а сейчас слышали вариант республику башкортостан и записи есть башкар башкортостане например в башкортостане живут башкиры татары и башкир морей наполовину башкири наполовину морей потому что в башкирии целые деревни морейцев а как они там между собой между собой как-то конфликтуют башкирии и морейцы нет это у нас один и тот же язык почти только есть татары там у них чуть-чуть слова другие а так вот например республика мария рядом республика татарстан и рядом республика чувашей друг друга мы вообще не понимаем но отношения хорошие общаемся хорошо это древняя история если вам там вечером заняться нечем будет можете посмотреть как в древней руси например рис марийцевши называют лесной народ когда там русский князь начал мориться в чемить в лес прогнал а в лесу наших ловушки устраивали на русских получается я не в лес не сувались потом нас начали леса какой века это получается время ивана грозного даже вроде но это уже не русский царь не руси а это уже московский царь ну тем не важно уже вот так начинает вы знаете эту историю что они что они же сами к татарам на поклон ездили а татары потом нам помогли когда вот нас морейцев начали щемить татары помогли на мечу ваши помогли три республики из-за этого и остались рядом целыми не разделили эти три республики но от марийской земли прям вообще солидный кусок там забрали вот слышали потом потом москогиды стали сами как-то там как татаро-монголы они переняли все оттуда вот форму управления форму там чинопочитания и всего-всего-всего прочего они все это по себе перенялись на сферу управления это все они у них взяли вот даже знаете вот свердловская область екатеринбург даже свердловская область получается от нас где-то больше тысячи километров от республики наши даже там и есть целые деревни где морейцы живут тоже как появились там это вот это все республика очень большая у нас было в одно время это потом вот начали делить все разделили на землю забрали после при грозном да это вот в те времена при распаде советского союза тоже земли начали забрать республика у нас очень большая была в свое время это ордынская экспансия на самом деле это все орда которая переросла просто московских царей и дальше пошла методика тоже решите узнать как еще рассказала звать золки у нас буду себя посмотри специально покажу всем ребятам если если домой отправим достаточно формулировать и осенний сирен еще вы как радио и ведете или что получается вот такие вот сейчас интервью запил свои выкладываем чтобы другие смотрели и понимали может может объяснить а раньше я так на общеполитические темы там какие-то у меня хобби такое но это просто война началась так совпала что начали делать это потому что по-другому не знаем как до вас туда что-то донести вот я например в ощущении боевого опыта не имею ничего не имеют броник этот на меня на весь каско куда мне водолазное снаряжение тогда я понимаю под водой на легкое становится как бы нормально снаряжение я работаю ах так это не серьезно как тут же вопрос даже не в том что вас используют сейчас у нас люди гибнут тысячами и с вашей стороны с нашей страны просто смысл в том что как вы правильно сказали с нашей стороны все понимают что происходит и все землю свою вещать а с вашей стороны большей частью просто обманутые люди землю хотят нас забрать нас поработать как вас в россии тогда хрена они никогда не остановятся они никогда не остановятся это орда это такая методика я не знаю как это называть надо их детей самих сюда отправить пускай потом не сюда еще дети учатся в америке и в европе детей куда-нибудь отправить нас пускай поймут что к чему а сами нас отправляют и кидают в чем парадокс все кто с кем мы здесь уже разговариваем все практически уже поняли что это не надо и ничего а те которые сидят в россии на диванах у себя жопой те продолжают писать комментарии и когда у них там берут интервью они продолжают рассказывать что да какая-то спецоперация какой-то демилитаризация какая-то какая-то деноцификация здесь они вообще не понимают о чем они говорят у вас телевизор там вместо мозгов людей это да больше в деревнях которые вот именно бабушки сидят все время около телека вот потом ходят болтают конечно так с этим же коронавирусом как их посадили вот в деревне даже сосед как соседки в маске ходит это как знаете ну это у гитлера помощник такой умный который сказал заберите у людей все дайте им одно развлечение радио я не буду делать все что вы скажете примерно тогда вы же такой умный начитанный как вы тут это так получилось у вас так разве и потому что я на вахту ездил так что я и я внимание обратила вроде до этого не знаю смотрел и в яндексе вот в этом вроде отзывы посмотрел вот тоже нормальный платформу зарплату платят своевременно после возвращения с вахты там вот теперь я в республике вот это и есть тут самый гибельс когда все создано так чтобы вас обмануть и вас обманули это же гибельс сработала же вот так вот даже сомнений не было вот вам гибельс вот вам и гибельс тв и все вот эти ваши глубоко обожаемые почитаемые скобеевы соловьёвами и все прочие это тупо хирую тупо и не знаете последователи гибельс просто самый главный это наверно в русском позоре и министерстве которая там отвечает за цель спасибо мужики честно до хрена вас сильно не можем на 140 миллионов через интервью свою выпустить мы сдохнем быстрее хватит даже если 10 минут вы это не так уже много делать его даете извините вам по сути вы можете сказать мы хотим чтобы ваши мамы жены что вы можете отказаться от а вот смотри твоя мама узнала она побежит сейчас военкомат и там в прокуратуру и еще в какую-то там и будет садить кипиш что мой не военный но сидит в плену она скажет он не звонил я с ним разговаривала 20 минут назад это что вот она сейчас еще сестре мы скажет меня сестра шепутная сразу пойдет в милицию писать заявление на это что он скажет нам устраивалась у мамы все спросит пойдет мне спасибо вам мужики честно представьте что как вас зовут макаров андрей зуфарович полностью дата рождения 11 июля откуда вы воинское воинского звания не имеете в части не служили нигде минского звания проходил срочную службу с 2014 по 2015 год где был карусу в нижнем новгороде был комменсован из-за болезни астма панхиальная у вас астма панхиальная да она сказалась вот только сейчас буквально и в армии было пару раз на волю а так вообще никак не жаловался на дыхание легче вообще все болезни от нервов на самом деле в первую очередь таком же курящий вы курящий но мне там сказали нет самого не изменяйте у своих влекет просто потому вот эти ингаляторы нервы дружок нервы что ты хочешь как попали сюда как попал на украину да но вы искали работу это мы понимаем я искал работу то есть так как у меня был опыт работы в охранных предприятиях на частного предприятия и так по охране по мелким магазинчиком так сказать я увидел в интернете объявление то что требуется охранники на эти нефтяные скважины нефтяные то есть вот эти вот платформы вот я подал заявку не сказали приезжайте на месте прошел медосмотр прошел там собеседование и потом у нас получается тренировали но по любой случае необходимости защиты показывали медитактическую медицину перевязать руку еще чего-нибудь если вдруг при нападении ранят так-то и через недели денера после трудоустройства это был 20 апреля в конце месяца примерно да у нас уже повезли сказали то что вахтовый метод во время там устраивались повезли на вахту на четыре пять месяцев это может полгода будет потом вас сменят приедут то есть повезли ночью на автобусах потом уже пацаны разбудили говорят нифига себе смотрю луганск проезжаем и когда чуть дальше луганск нас завезли нас высадили выдали оружие бронежилеты каски сначала не понял потом захочем объяснить то что все никуда не деться ну эта история которую мы слышали от вашего друга водолаза да по большому счету она какую фирму у вас принимали европолис европолис через объявление нашли европолис этот было для вас был для вас стандартный поиск работы вы знали что вы поедете бы на боевые действия и вообще в украину что там было сказано нефтяных вышек нефтяных скважин консультации то есть осмотр случай неисправности то есть доклад начальника там все дела а где эти нефтяные вышки должны были находиться по территории россии возможно вблизи украины по территории россии возможно вблизи украины а потом вам сказали все-таки что в украине подготовку проходили какой-то подготовку проходили по тактической медицине и защите то есть точек вышек а стреляли с автором калашниковым все-таки на стрельбах были да он вас привезли вам сказали не шагу назад вот тебе автомат иди а потом что потом нас уже с той площадке привезли в опасное и там мы выполняли поручения старшего по группе который был назначен уже то есть они там парадейки связывались ему говорили у нас задача суть какая была уже на украине то есть где вот рф войска проходили или кто-то она не знаю морская пехота не морская пехота слухов было полно это я уточню вы уже были в населенном пункте по пастам ну получается да где конец там по пастам потому что там дальше зеленка было то есть леса посадки мы были где у gd после этого пошли в район пятиэтажек командируем на рацию тоже распоряжение приходил у нас уводил то есть там пару дней жили потом выдвигались выдвигались на мою точку потом через две-три точки уже уходили в леса там посадки там чисто это были были даже какие-то там окопы один раз были давно заброшенные землянки там пожили а потом уже конкретно в леса после этой степени какая у вас форма была он как висит такой расцветки а какие-то шевроны были опознавательных знаков ничего не было много таких как бы было в попасном попасным ну точно знаю то что вот наша группа была три группы по восемь-десять человек иногда эта группа разделялась мы там перемешались такие же как вы а между вами какие разговоры были кто из вас был подготовлены не подготовлены подготовленного только которые на этот на полевой не учили я имею ввиду те которые уже прошли где-то повоевали там вот что-то что порассказывали наверное там африка нет таких не было вообще как каркарыч каркарыч он его упоминал водолаз его упоминал и мирное население было опасно ну один раз видели гражданских они жили в подволах чтобы избежать ну то есть потерь не сильно рады были там был эпизод где уже опять-таки чтобы ускорить прошлом разговаривали он говорит что сказала я сейчас уйду как бы я не подписывался на такую историю вы такое не говорили уйду в смысле с этого получается как с чувака да ну когда меня обвиняют обменяют я тоже там 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 на поле как бы сражение ли там в вашем лагере были уже в украине когда вы находились он говорит снайпер ему сказал далеко не уйдешь такое да то что по одному там не хотите если увидим то что вы хотите или слинять или что-нибудь либо закроем будем бить или там в контейнере это все говорят сколько какой-то контейнер было вы видели быть я думаю то что нет контейнер не видел потому что не находил до этого сам пока этот контейнер увидел слава богу ну вы понимали что над вами нависает угроза от ваших же что если вы не будете воевать то угроза нависал из той страны получается чувствовал то что ну слушаться командира ладно там пожить на каком-то в этом пятачке на участке дальше надеялся как в плен попали старшего группа задела то ли осколками то ли чё я подхожу уже перементов и получается через те территории которые уже ранее были нами заняты так сказать где мы пожили прошли оттуда и внезапно с посадки нам сказали то что руки за голову сначала думали нашими а все равно этот говор украинский понял то что этот все быстренько положил оружие на землю лег положил руки на голову и нас приняли и потом были среди вас люди вот среди ваших вот чего кашников которые вы понимали что это уже повоевал человек что он уже с опытом не даже у нас старшую группу на гражданике так скажем работал печником пацаны где-то служили срочку проходили так контрактников на контрактник обратитесь пожалуйста передайте что-то другим россиянам которых сюда вот или из татарстана да вы жизнь просто хочу передать гражданам и раз следующую ребят здесь делать ничего на самом деле приезжать не стоит не надо как бы тихую мирную жизнь понимая менять на такую вот как бы приезжать там на войну или добровольцы как там некоторые приезжают не стоит этого делать как бы в таком случае и 2 и и и и и и Продолжение следует...